Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня всю ее посвятим красоте. У нас в гостях продюсер проекта «Миссис Рязань-2013» Максим Бубнов. Добрый день, Максим. Здравствуйте! Спасибо. Давайте начнем с главного. Что есть красота в нашем городе и как проходит этот конкурс? Сам конкурс пройдет 20 апреля в Театре драмы. Это точная дата, точное место. В 18 вечера все зрители соберутся в этом прекрасном зале с многосотлетней историей и будут наблюдать на сцене мероприятие, которое называется «Конкурс красоты для мам Миссис Рязань». Очень активная, и вот поэтому решила как бы поучаствовать. У меня дочка полтора года, что нам понравится. Дочь Софии 3,5 года. Мы любим активный отдых, любим путешествовать, занимаемся спортом уже совместно даже с девочкой. Мы планируем через год начать заниматься профессиональной художественной гимнастикой ребенка, потому что сама спортсменка. Вот я хочу, чтобы наши девочки-красавицы, может быть, я в каком-то плане, чтобы они себя доказали, что мы красивые, мы все успеваем, потому что у нас маленький ребенок. У кого-то не один, у кого-то двое, трое. Хочу, чтобы наши мамочки были красивыми, успевающими, привлекательными, здоровыми, спортсменками, красавицами. Ну, все, что только в высшей степени можно привлечь к нашим красивым женщинам. Есть какие-то параметры, которым следуют девушки? Нет. Я думаю, что это не 90-60-90. Нет, нет, нет. Вы прекрасно понимаете, что в глобальном смысле художник, будь то Рафаэль или Никас Сафронов, фотограф, режиссер или кто-то еще, не по сантиметрам, судя по красоте. Конкурс «Красоты для мам» — это в чистом виде демонстрация содержания душевного, духовного наполнения личности в ее перевоплощении во внешнюю красоту. Единственное, что важно для наших участниц этого конкурса, это то, чтобы им было 25 и более лет, и у них было хотя бы один ребенок или больше. Сказать, что я мама-то просто, а вот показать и продемонстрировать, как вы правильно сказали, тяжело, наверняка будут какие-то конкурсы или этапы, где это будет возможно. В прошлом году много было творческих заданий. Визитная карточка, интервью, творческий номер. В этом году мы полностью отказались от всего, кроме интервью. И посвятили им наше мероприятие эстетике, красоте. Мы не хотим мучить мам, на самом деле, вот этими заданиями, идти по стандарту. В прошлом году мы просто это попробовали и убедились в этом сразу. Самое интересное для зрителей, для самих участниц – познакомиться. Познакомиться через демонстрацию некоторых нарядов, коктейльные, вечерние платья. Все такое достойно. Бикини будет или нет? Нет, ну что, ни в коем случае. Никаких бикини нам не нужно. Ну просто хотелось бы понять, чем это отличается от всех других, поэтому и спрашиваю. Отличный вопрос. Существует два формата – мисс и миссис. Уже причем не один год. Но мисс всем понятно. Это конкурс красоты, где девушки в платьях-платьях-платьях, потом в купальник, как вы совершенно сказали. Они не замужние, у них нет детей. Это всегда строгое правило регламента. Оценить визуально, нравится тебе девушка или нет, это как-то, на мой взгляд, проще, чем посмотреть, а хорошо ли у нее с эстетикой, со вкусом, с материнством. В прошлом году, вы не представляете, какой был сложный и при этом прочувствованный разговор в судейской коллегии. Мы в нем участвовали, скажем так, как рефери, опять же, пытаясь не дать жюри запутаться в своих ощущениях, даже учитывая, что перед ними по регламенту и в том, и в этом году стоит очень понятная задача – не решить, кто там выиграл в чистом виде, а распределить номинации. Вот есть номинации «Миссис Очарование», «Миссис Грация», «Миссис Успех», «Миссис Здоровье», там, условно говоря, что-то еще, и «Мама Года», и «Миссис Рязань». Вот смотрят они на участницу, вроде бы посмотрели на себя, но это «Миссис Грация». В этом году, я думаю, будет проще. Почему? Потому что мы в жюри привлекаем профессионалов. И мы Марии Ярошенко пригласили, это наша российская звезда, выигравшая конкурс. Широким массам не очень известная, но в профессиональной среде и в среде движения «Миссис» мам, которая любит демонстрировать свою красоту во всех ее проявлениях, она известная. Мария Ярошенко «Миссис Вселенная» 2011 года, и она к нам приедет в этом году к председателям журнала. Все наши участницы пришли к нам сами, мы никого не приглашали. Сколько было номинантов, и как отобрали тех, кто есть? Или вот кто пришел, тот и остался? Как это все происходит? Я не знаю, как у меня это получается, но второй год подряд мы даем пресс-релизы средства массовой информации, даем информацию в интернете за несколько месяцев. Но потихонечку начинают обращаться женщины, звонят мне на телефон, я их записываю. Потом их перезвонят, ну что вы думаете? Будете участвовать, они там, давайте встретимся. Мы встречаемся, и просто автоматически в итоге остается, хотя я со всеми созваниваюсь, их там человек до 50 доходит. Они выбирают, участвуют они или нет? Или вы решаете, что вы не подходите? Нет, нет, они сами решают. То есть, вы знаете, как в следующем году, может быть, после более масштабного проведения мероприятий в этом году у нас будет поток желающих чуть побольше, хотя, в принципе, я заметил, что каждая мама, она так, в общем-то, не против. Просто кто-то активнее сказал, так все, вы меня запишите, я буду. То есть, условно говоря, прям как только, так сразу. И здесь, естественно, я прекрасно понимаю, с кем мне надо работать. Вот с этой мамой, а не с той мамой, которая, а как у вас то, а как у вас это. Кстати, о чем чаще-то спрашивают? Вот интересно все-таки. Ну, конечно, как и любое выступление, всех беспокоит, как она будет выглядеть, во что она будет одета, как ее представят, ну, и как бы женщины себя уважают. А майкап делают сами участницы или у них есть? Нет, они сами не делают ничего. Ну, ходят. Вот, прически, визаж на фотосессию, прически, визаж на само выступление. Подбор всех-всех-всех практически костюмов мы разрешаем выйти один раз в своем наряде. На интервью с детьми. Потому что дети, одетые этой мамой, сама она собой одета. Ну, в нашем образе, конечно, прическа, макияж у нее на все мероприятия. Прекрасный опыт для женщины посмотреть вообще на себя со стороны другим немножко глазами, в первую очередь. Оценить себя, оценить, что ты можешь быть вот такой и вот такой. Замечательно, мне кажется, позавидовать можно в некоторых смыслах. Посмотреть на себя со стороны, вы думаете? Не знаю. Мне кажется, это прекрасный опыт для всех. Посмотреть на мам другими глазами. И для членов их семьи в частности. Обязательно. Когда муж вот такими глазами видит, какая красивая. Поверьте мне, все знакомые, друзья, естественно, они все уже видят в ней эту миссис. Вся особенность этого мероприятия и заключается в том, что обычные мамы последние 3, 5, 10, 15, а иногда почти 20 лет жизни которых были посвящены воспитанию и выращиванию детей, выходят и выступают перед нами на сцене как модели, как артистки, как актрисы во всех лучших смыслах этих понятий. Корона переходящая с года в год? Нет, нет. Каждая номинация остается навсегда. Сама по себе корона не обладает ювелирной ценностью, поэтому ее символическая принадлежность остается заодно участницей на себя. И в этом году Наталья Горковцова, миссис Россия Фэшн, наша Рязанка, и участница прошлого конкурса, и миссис Рязань 2012 Мария Силкина, выйдут на сцену для того, чтобы вручить наградные ленты, дипломы, короны, призы участницам этого года. Это такая дружеская компания. Я даже подозреваю, что участницы между собой по жизни, и многие, будучи до этого незнакомыми друг другу людьми, после нашего мероприятия целый год, пока мы с ними очень редко пересекаемся, потому что мы постоянно, во-первых, заняты работой, какими-то очередными проектами, и только ближе к делу начинаем их звать, 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 куда-то привлекать, приглашать на пресс-конференции. Соответственно, они общаются много. У меня такое есть ощущение. Они дружатся, там что-то у них происходит. Да, женская дружба – это отдельная тема разговора. Хотелось бы один... Дружба мам. Дружба мам. У них там тем миллион. Ну, там дети, там по-другому не бывает. Конечно, конечно. Там каждый новый день что-то новое. Там все уже взаимосвязано. Остается пожелать удачи вам и, в первую очередь, конкурсантам, которым будет, наверное, нелегко, ну, больше из-за волнения. Нашим телезрителям, я напоминаю, это была программа «Семь минут». Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok